И опять моют дворы. Вот так вот моют московские дворы. Всем доброго утра! Сегодня прохладненько. Вчера было 24, и сегодня 23. Не знаю, будет ли больше. Думаю, где лает собачка? Где? Смотрю. Вот где. Что-то пьет хозяйка с утра, непонятно. Собачка с ней на лавочке. Детки в садике уже кричат, играют на площадке. Вон они бегают. Детский садик здесь рядом. Кто-то просто прогуливается с колясочкой. Кто-то на тренажерах. Тренажеры. Ну, я думаю, это детские. А я буду пить кофе с пирожным картошка. Вот такое у меня вкусное, сладкое утро. Вижу, балдею. Пирожные еще и с начинкой. Вот в этих посыпанных коричневая начинка, а здесь начинка белая. И вон тоже собачку выгуливают. Бежит за хозяйкой с коляской. А эти все сидят. Хуа-хуа, собачка. О, говорит, пошли домой, пошли домой. Не туда, а пошла. Хвостик умиляет. Вот она как. Вот она. Хуа-хуа. 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 Сегодня 22 градуса. Прохладно, прохладно. Ну, как-то смело он надел ребёнка. Смотрите. Девочка. С голыми ручками. 22 градуса. Не знаю, может быть, закалённый такой ребёнок. И сам что-то как-то по-летнему. С голыми ногами, руками. Вообще-то все ходят в штанишках. Ну, и в кофточках. 22. Без солнышка, тем более. Чуть-чуть я переживаю, ребёнок замёрзнет. Все одеты. Я показываю, что все одеты. Мне кажется, это нецелесообразно. Так вот он. Ребёночка с голыми ручками. Прямо прохладно. Надеюсь, он сейчас это поймёт. И уйдёт домой с ребёнком. Видите, так бывает тоже в Тольятти. Смотрите. Вот эти, как я их называю, конфетки. Лежат. Такие вот полусферы. И всё. Машина здесь не ставит. Ставит с одной стороны. А у нас и с одной, и с другой. Ой, тут только такое вот решение. Девушка тоже с коляской, смотрю, с голыми ногами. Чем они там занимаются, что-то непонятно. Перелазит через... Сажает, что ли, что-то муж. Кто-то на велосипеде на прогулку собрался. Сегодня среда. Четвёртый августа. О, тимпуси. О, тимпуси. Какие маленькие. Это мой. Господи. Собачка. Собачка такая маленькая. Манюсенькая. Мужчина что-то мимо детского сада поехал. Вот мы тоже там идём мимо двух этих вот садов или садик вот этот. А то, по-моему, школа. Вот. И там уже Некрасовка. Метро. Вот там красивый дом такой вот маленький. Он девятиэтажный. И вот за ним уже станция метро Некрасовка. Весь день балдею на балкончике и завтракаю, и обедаю. В пять часов у меня педикюр. Всё прекрасно. Погодка вот такая вот сегодня. Дождя не обещали, но вот такие тяжёлые облака. Сейчас пойду схожу в магазинчик. На завтра надо кое-что купить с собой. Завтра мы улетаем. Вот. А вечер у меня педикюр. Поэтому у Максима в подъезде девочка занимается. Поднимусь потом к Максиму. Попьём кофейку. Посидим, поболтаем. А скоро он приедет к нам. Мы улетаем завтра. А послезавтра он собирается в путешествие. На своей машине через Нижний Новгород, Казань. И приезжает в Тольятти на свой день рождения. Вышла прогуляться. Смотрите, какое небо в Некрасовке. Дождик хочет. Ой. Ушла далеко от своего дома. Гуляю. Улица Лепчанского. Корпус 4. Интересный райончик такой. Микрорайончик. Школы и сады. Красивые. Сейчас я тут обогну дом. И видела там магнит. Такие уютные дворики. Мне так нравится. Кто говорят. О, Люберцы. Это помойка. Помойка от Альятти. Настраивают каждый день. Это заводы. Это не помойка. Здесь просто раньше в Некрасовке. Я уже показывала гору большую. Там были отходы. Причем строительные отходы. И такая большая гора. И вот хотят что-то там сделать. Как спуска горнолыжного. Или что-то еще такое. Но пока еще. Там очень огромная гора. На уровне, может быть, там девятиэтажного дома. Или вывезти это невозможно. Поэтому решают. Сегодня у меня такой день на расслабоне. Я вот здесь, в Москве. А через эту стройку, через озеро. Уже Зенино. Там, где живет Максим. Там уже Московская область. Одесса. Я уже говорила, что Москва. Это все новый район. Деревья. Видите, какие маленькие еще. Может быть, год-два все это. Так что все кругом строится. Люди живут везде. И они считают район помойкой. Так что клумбочки, магазины. Все для людей. Посмотрите, какие подъезды. Ну, не красота ли это? Красота. Я не знаю. Может быть, мы живем в Косомольском районе. В Тольятти. У нас там как в деревне. Здесь, конечно, прям город. Что говорить. И все очень даже благоустроено. Я хочу сказать, что все для людей. Все для пешеходов, детей. Вот такой вот мусорной баке. Вот такие вот, да? У нас в Тольятти мусорка в домах. Здесь в домах, везде мусоропроводы уже запаяны давным-давно. Люди просто вот так вот выходят и выносят мусор. И никаких тараканов, никаких, не дай бог, там, мышей у кого. И такое у людей было. Так что, скорее бы и нам запаяли все мусорные баки, и мы выносили бы мусор на улицу. Ну, вот смотрите, магазинчики. Розы. Эх, Лилия, какая красивая. И розочки. Все ухаживается. Все красиво. Лавочки. Хвалю? Да нет, не хвалю. Хожу и нахвалю. Ну, просто наслаждаюсь. Говорю, сегодня такой денечек. Я не поехала на садовод, на рынок. Алена поехала кеды, смотрите. Вот белая Лилия. Такие вот цветы, я забыл, как они называются. Белая Лилия. Там розовая. Вот такие подъезды. И это уже сама Москва. Здесь и цены, конечно, на квартиры. Могу озвучить. Евродушка, как у Максима. Это кухня с залом вместе и спальня. Здесь стоят 8-10 миллионов. Так что, вот. Нашла я магнит. Он с другой стороны. Сейчас я обойду. Тоже в каждом доме салон красоты. Цветы. Констовары. И аптеки. Все то же самое, как у нас. Сейчас вот зайду в магнит. Нам сегодня еще день продержаться. Надо что-то купить, покушать. Вот. А завтра мы уже улетаем. Красивые дома. Нет такой серости. Нет однотипности. Дома все совершенно разные. Такие интересные. Многоэтажные. В основном. Так. В магните я купила блинчики с куриным мясом. Начинаю варить вот такие вот бантики. Итальянские макарошки. И наггетсы. Это у нас на ужин и на утро. Многие сейчас начнут говорить. Вот. Еда. Такая вот. Вредная. Мы же на квартире. Нам вот сегодня перекантоваться. И все. Мы же не дома. А чтобы что-то готовить, надо кучу продуктов покупать. Мы в основном так. Колбаска. Вот колбаска. Яйца. Сыр. Масло. Это я сейчас к сыну пойду. Купила пирожное в подарок. Йогурты. Варенец на вечер. Снежок. Вот так мы питаемся. Это я воды набрала. Вода здесь не очень. Поэтому водичка вот эта уже заканчивается. Это нам на сегодня. И завтра с собой до аэропорта. Вполне приличная еда. Ну, наггетсы, да. Я вообще не сторонник, конечно, такой еды. Но один раз можно. Дома мы, конечно, этим не питаемся. И блинчики делаем мы сами. Поэтому здесь на съемной квартире, чтобы приготовить борщ, супы, лещи, капуста, подсолнечное масло, картошка. Ну, все вы знаете, что купить. Я очень хочу борща и лещи. Я домой приеду, обязательно это приготовлю все. И блинчики сами сделаем. А здесь, ввиду того, что мы снимаем квартиру, я уже говорила, в Некрасовке, я приехала на лечение. А завтра мы улетаем домой. Такие ароматные. Так, убавить надо ароматные. То есть горят. Красивые, румяные. Сейчас еще макарошки закину. Вода уже закипает. Ну, такая кастрюлька неказистая. Ну, это же не твое все. Бантики взяла. Так, сколько же нам бантиков понадобно на полупачки. Не нашла я душлаг. Нашла вот такое сито. Помыла его. И буду потом макароны процеживать. А вы говорите, съемная же квартира. Слава богу, что она приличная. Мы радуемся, что у нас все чисто и хорошо. В общем, просто налила воды, слила горячую. Налила холодненькую, промыла. И со сливочным маслом. Вот такие бантики. Люблю бантики. Итальянские макароны. И так часто мы их едим. Но макароны должны быть твердых сортов. Вот такие красивые бантики. Пришелась к сыну за этот зеленый дом. Там озеро. И будет Зенина. Иду к станции метро. Купила вот такие пирожные. От Палыч. Очень вкусные. Надеюсь, будем пить кофе. Общаться вечером. После педикюра. Прыгу к Максиму в дом. На педикюр. Здесь все еще забивают сваи. Дома строятся. Вот этот скоро сдается осенью. Так. Мне чуть-чуть надо еще пройти. Вот и Максима дом. Очень близко. Говорил, вот этот дом осенью сдается. Что тут новенького у него? Ничего, все по-старому. Елки выжили. Жару пережили. Вроде пережили. Детские площадки. Все зелененькое. Все хорошо. Четвертый подъезд. У Макса. Дверь открыта. Консьержки все еще нет. Наверное, решают вопрос с консьержкой. Такие зеркала. Еще коридорчик с часами. Еще коридорчик. Так все выглядит. Первый этаж. Так, мне нужен восьмой этаж. Не помню, какая квартира. Ладно, сейчас доеду, позвоню. Лицо просто получается. Не собственно, это правильно? Ну. Пришла с педикюра. Собираем с Аленкой сумки. Хочу педикюрчик свой показать. Такой красивый прям. Фиолетовый. Красивый. Теперь все пяточки такие прям розовые, гладенькие. Хороший педикюрчик. Сумки собраны. Восемь часов. Приедет машина за нами. Такси. И отправляемся в аэропорт Домодедово. В этот раз у нас билеты. Места не возле окна. Прямо сразу. А с правой стороны. Чему тут не люблю правую сторону. Не возле окна. А следующее среднее и боковое. Ну, нормально. В 11.45 у нас вылет. Где-то около двух часов у нас все. Это будет пока посадка. Пока взлет. И потом, значит, на самолет. В смысле посадка. Потом взлет. Летим мы 25 минут. И приземляемся 25 минут. Где-то час сорок. Где-то вот так. А время полета час двадцать пять. В общем-то, в Самаре не знаю, во сколько мы будем. Это же и часом позже получается. Здесь московское время. А у нас свое время. В общем-то, всем пока-пока. До завтра.